Всем здарова, с вами ФриБро и сегодня очередной триблкилл по модам. И что же, давайте сразу приступим. И первый мод, о котором я вам расскажу, он называется Improved First Person Review. Это то есть новый вид, и он добавляет вот такой вот офигительный футуристический вид. То есть вы, допустим, можете взять какое-нибудь оружие, допустим меч, и вы будете видеть его в руке. Также если вы возьмете лук, и при натягивании вы также видите то, что вид у нас изменился. И мы можем, допустим, попасть вот в эту вот свинюшку под таким вот офигительным видом. И что ж, на этом первый мод тебя исчерпывает. Да, он небольшой, но он делает игру более комфортной. Как мы видим, то что теперь мы можем как в реальности видеть наше тело, руки там и прочее. Что ж, следующий мод, он похожий, он также увеличивает комфорт для вида вашей игры. Это Back Tools. То есть задняя панель, мы видим то, что оружие, которое мы убираем, оно у нас убирается назад. К моему рюкзачку это выглядит довольно круто. Когда мы его берем, мы видим 3D-шный вид нашего оружия. То есть вот так вот. И третий мод, он как бы большой, так что усаживайтесь поудобнее. И приступим. Мод называется Random Editions. То есть здесь много всего, и давайте сразу же приступим. Этот мод добавляет дофигища вообще, просто дофига блоков новых. То есть руды, из которых вы также можете сделать большое количество предметов. Вот, например, вот таких вот. Я устал перетаскивать их в сундуки, но всё равно вот такие вот предметы. Брони, кирки, мечи, топоры и прочее. Просто сюда всё не поместилось. Но вот так вот оно всё выглядит, и каждый из них, я думаю, отличается, так как оно выглядит по-разному. И вообще тут просто очень много руды, и поэтому для этой руды нужно какое-то применение. И вот это применение у нас уходит в основном в броню или там и в прочее оружие. Что ж, перейдём к следующему сундучку. В этом сундучке содержится более понравившийся мне предмет, а точнее все предметы из вкладки определённой. Ну вот, вот из этой вот. И давайте сейчас рассмотрим эти предметы, их довольно-таки большое количество. И как мы видим, то что просто здесь, в этом моде, задействуется применение тех блоков, из которых мы просто ничего не можем сделать. Например, что мы сможем сделать из железного блока? Конечно же, забор нам с железа деть больше некуда. Вот, и вот такой вот забор у нас офигительно красивый получается. Он действительно красивый, и при помощи него можно отдекорировать свой дом на ура. Я бы даже так сказал, и также это можно делать из алмазов никому не нужных, никому не очень нужного золота и эмиральдов. Вообще не знаю, для чего они. В общем, и из новой руды также можно делать эти заборчики. Также можно делать из шерсти, что ни странно, давайте возьмём, посмотрим, как оно выглядит. Из лазурита, из обсидиана и, в общем, из подобных ресурсов. Давайте, вот, можно даже посмотреть, что мы выбираем. В руках это выглядит довольно эпично. И мы возьмём вот такой вот шерстяной забор, и вот так вот он выглядит, таким мягким. Вот ещё обсидиановые, как мы видим, то что они сливаются, и это можно сделать, допустим, каким-нибудь чередованием, что-то вроде вот такого вот, вот такого вот способа. Ну, он выглядит довольно прикольно, можете сочетать, и это, наверное, пойдёт декорациям вашего дома на пользу. Давайте, что ж, продвинемся дальше, уберём это всё в сундук, и дальше у нас также следует заборчик. Забор из, прям, из дерева, не из доса, как это было ранее, а из дерева, допустим, из берёзки. Такой вот красивый забор, мне он очень нравится. И вот из вот этого вот ели, это ели, если не ошибаюсь, да, это дуб, это вот, что это, это меч. Вот, мне вот так как-то больше нравится смотреть. Так, и тропическое дерево, которое вот, в принципе, растёт. И что ж, уберём заборчика, опять же, сундук, и следующий у нас идёт... Афиг знает что это, давайте посмотрим. Это также сделано из никому не нужного железа, это плиты. Это не весовые плиты. Да, это не весовые плиты, это обычные железные плиты. И также добавляется многое, многое, большое количество колонн. Просто я уже начинаю запинаться, так как я стараюсь не молчать. И эти колонны можно также использовать как стол. А почему колонны? Мы также ставим, и они соединяются. У нас, получается, вот такие вот красивейшие колонны. Можно их делать также не из ступеника, вот. При помощи данного мода мы можем делать вот такие вот красивые колонны. И также мы их можем делать из никому не нужных алмазов, золота, железа. Вот, выглядит довольно красиво. Ну, точнее, вот таким вот образом. А что красиво, что некрасиво, судить вам. Ого, их можно даже ставить вот таким вот образом. Проводить как вентиляционные шахты. Я бы это, может быть, так даже назвал. Но это выглядит... Странно. Колонна из колонны. В общем, что-то в этом роде. И действительно у нас ещё очень много всего здесь припасено. И у нас ещё есть вот такие вот новые заборчики. Есть вот такая вот лестница. Из железа. Неразумное использование ресурсов, но декорации того стоят, я думаю. Так, где, 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 где? Вот это вот лесенка. Давайте поставим её. Она выглядит вот так вот. Более детализирована, чем обычная деревянная потрёпанная лестница. Но это железная, соответственно. Она не должна быть потрёпанной. И у нас есть много новых заборчиков, которые мы также можем втиснуть между вот этим забором. Даже не забор, это калитка. Но баг. Даже минус в том, что её нельзя поставить в определённом направлении. Она всегда будет смотреть... Так, где там север? Так, солнце взошло оттуда. Значит, там запад, нет. Там восток. Так, север. Ну, короче, либо с севера, либо с юга. Это не важно. Вот. Оно будет смотреть лицевой стороной на север или на юг. Но не в противоположную сторону. Так как это баг небольшой этого мода. Но всё равно выглядит довольно эпично. И вам придётся подстраивать ваш заборчик под вот эту вот калитку. Чтобы она у вас смотрелась в тему. И также сейчас у нас пойдут одни из самых таких красивых предметов. Которые мне также нравятся. У нас пойдёт вот такая вот... Так, я её взял. Да, всё. У нас вот эти вот пять предметов. Правда, я не знаю, для чего здесь есть крест. Но крест есть. Наверное, хоронить ваших мобов. Ставить голову сюда. И вспоминать. Походы на охоту. Окей, продолжаем. Так, вот у нас вот такое вот креслице. Можно сделать дофига большой диван для всей вашей семьи. И вы можете также спокойно отдыхать или лежать на этом диване. Это, в общем, круто. Также мы на него можем... Или не можем. Давайте проверим, можно ли вообще на него сесть. Сесть на него нельзя, так как это типичная декорация. Но выглядит она довольно-таки стояще. И крафтиться она также несложно. Все крафты, напоминаю, вы найдёте на сайте. Ссылка на этот сайт будет в описании. Там же, где и скачать все вот эти вот моды. Так, следующий это стол. Вот такой вот красивейший стол. Который мне также очень нравится. Он подходит к этому креслу. И выглядит... Это всё вообще вот так вот... Подходит друг к другу, я бы сказал. Следующий предмет, я не знаю, что это, но похоже вообще на наковальню. Или это глина должна быть. Мне вообще... Я не знаю, что это такое. Но она похожа на наковальню. Согласитесь. Но не видом. Видом она немножко изменена под более домашний облик. А вот это вот, вот это вот у нас вообще суперская вещь. Это что-то типа стола зачарования, только покруче. Мы можем, допустим, взять тот же самый алмазный меч. Положить его сюда и просто выйти. Он у нас будет храниться вот в такой вот колбе. Это, я думаю, довольно прикольно. Так как он ещё и 3D-шный. Он ещё будет крутиться. И будет напоминать вам о вашем величии. О вашем походе в шахту за алмазами. Я думаю, это будет довольно круто. И зачарование в этой книжке довольно несложно. Она чарит, если не ошибаюсь, на десятки левелов. Там как бы просто левел. Ну, я, в общем, особо не разбирался. Если хотите, разберитесь. Также пишите в комментарии, чтобы было ради чего качать мод хотя бы. Что ж, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. С вами был FreeBroad. До новых встреч, до новых обзоров. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok